Всем хай, я Микрик, и это новое видео по игре Бравл Старс. И этот видосик, опять же, про Гейла. Так, мне не надо ничего кидать. Смотрите. Первое. Ну вот это всё уже показали. Просто вам, чтобы вы видели. Так, кстати, выбрать. Погнали в Броу Боу. Тут я скажу всё, что о нём думаю, ребят. Я поиграл за него, понял, что за этого чувака надо уметь играть. То есть это не получится, как а-ля, взять какую-нибудь шелли и пойти играть. И нагибать на низких кубках. То есть тут эта новая механика нужно приноровиться играть. Вот, например, когда я только начинал играть, я был в шоке. Чего это за дичь? Почему у меня не получается на нём играть? Это, ребят, не так просто, как кажется. Потому что на первый взгляд, не знаю, как вам, лично мне казалось, что это изи-пер, за него легко играть и всё такое. То, что можно вот просто автоатачить, да, там. Нет, ребят, такого не будет. То есть за него нужна скиллуха. У него мало здоровья. И А, справа-то, что ты сделал? Так. У него мало здоровья и маленький урон. И... За него реально... То есть это, по моему мнению, это, например, вот как Мортис. Типа на максималках. Вот, чё-то вот в этом плане. Своё мнение, опять же, пишите в комментариях. Ну, а я его говорю сейчас. Так. Надо ещё затащить как-нибудь эту каточку. Гейл... Ах ты. Ну, Гейл... Я бы не сказал, что это прям имбалансный перс, как было до этого с новыми персонажами. Нет, ребят. Это самый обычный персонаж. Он нифига не имбалансный. Не имбалансный, извиняюсь. Нам забивают гол. И... Обидно, конечно, но сейчас мы должны победить. Сейчас я вам показываю геймплей и рассказываю свои ощущения от игры на Гейле. Персонаж, безусловно, клёвый. И ты понимаешь, когда за него играешь, что он есть далеко не у всех. И это как бы круто. То, что вот, например, он есть далеко не у всех, а я могу на нём поиграть. Так. Сейчас выскочит Мортис. А, нет, не выскочит. Вот, я делаю вот так вот. Отлично. Мне кажется, что Гейл больше подходит для режимов там 3 на 3. То есть в одиночное ШД ему идти, мне кажется, не стоит. То есть... Ну, это такое себе, ребят. Вас там зажмут просто... Ну, Тиммитса, он, скорее всего, будет очень даже хорошо, я вам скажу. Там на высоких кубках. Так, как у него маленький урон там, это же наподобие Покеча. То есть все будут думать, что вы им ничего не сделаете. Вы милый, счастливый человек, который просто хочет дружить. А потом окажется так, что вы можете кого-нибудь закресить. Вот и всё. А вот сейчас как раз мы и проверим мои слова. То, что я сказал, что Гейл, ну, такое себе в ШД. Одиночный, тем более. Вот на низких кубках, мне кажется, играть даже сложнее на Гейле, на в ШД, чем на высоких. Почему я так решил? Да, ребят, потому что у вас очень маленький урон, вас, скорее всего, будут зажимать и всё такое. То есть это не так уж и просто. То есть, смотрите, попадает всего в коробку, этот, извиняюсь, в сундук, попадает всего, там, сколько, два снежка из четырёх. И это офиговенько. И, кстати, ещё хочу сказать, что чекает кусты этот персонаж очень клёво. То есть вот, вас любой перестреляет. И дальник, и ближник, и... Вот просто. И это больше зависит не от скилла, хотя от него тоже зависит. А просто от персонажа. То, что Суперселл его не сделали каким-то прям суперским имбалансным. Это обычный персонаж. И мне кажется, что его даже... Его не будут нерфить, ребят. Наоборот, мне кажется, ему добавят урон. Потому что, ну, прям такое себе. Вот, например, я буду сейчас дуэлиться с этой же Нитой. Ну, мне будет достаточно тяжело, если... Буду драться с Нитой на её дистанции. То есть, вот, смотрите. Ну, это Нита, на самом деле, просто тупая очень. Мы берём топ-1. Ну, ребят, я вас убираю. Это кубки низкие. Мне сейчас больше повезло, что... Нифига подобного. На вас, например, пойдёт сейчас какой-нибудь ближник, и... Не всё так весело будет. И сейчас, ребята, опять же мы пойдём проверять мои слова. То, что я сказал, что... Не помню, говорил уже или нет. Но я вроде бы сказал, что он не тащит особо без команды. Вот, сейчас мы попробуем пойти в ДошиДэ и проверим всё это. Мне кажется, что этот персонаж в ДошиДэ ещё что-то сможет сделать. Но один, ну, так не особо. Особенно на больших кубках. Хотя... Чё я сказал, я же наоборот сказал. Так, короче. На больших кубках, по моему мнению, он будет нагибать. Но опять же, это везение больше. Будет так, как... Может быть, вы сможете затемиться. Может быть, не сможете. То есть, это чистого рода везение. Вот и всё. Если вы не затемитесь, у вас будут большие проблемы. Я вам это гарантирую. Чё-то Карл немножко тупит. Так, давай, бери буст. Сейчас посмотрим. Потому что сейчас нагибаю я, потому что вот у меня дофига бустов. И то я сейчас слился, потому что мне не хватило тупо урона. Вот и всё. А Карл мне не особо помог. То есть, у меня сейчас... Что у меня есть? У меня есть тиммейт, который играет более-менее нормально, на среднем уровне. И есть Гейл. Вот, чуваки, если бы я сейчас не снимал видос, я бы лучше взял другого персонажа, честно. Потому что, ну, Гейл, ну, реально, мне кажется, такой себе в дуо... Ну, в дуо шеде. Это, конечно, чуть лучше, чем одиночное. Но всё равно. Я считаю, вот в каком-нибудь броу-боле он бы нагибал люто. С нормальной тьмой. Мы занимаем пятое место, и... Чуваки. Вывод такой. Гейл не очень персонаж, особенно на этой карте. Не советую его брать в шеде и на эту карту. Сейчас, ребят, мы идём проверять мои слова. Я позвал своих подписчиков, и мы пошли играть в брублу. Посмотрим, как. Тут будет тащить Гейл. Так. Пока не очень. Взяли вообще там стандартных персонажей, которые есть абсолютно у всех. Ну, ребят, вот, например, вот сейчас нам чисто не забили за счёт меня. Потому что больше, на самом деле, нам повезло, но, опять же, зарешала немножко скиллуха и Гейл. То, что я их просто-напросто оттолкнул, и ничего они не смогли сделать. Потом вышли ребята и добили их. Про это я и говорю, ребят. То, что Гейл играет через команды. Это больше, по моему мнению, командный персонаж. То есть, без команды, ну, такое себе. Вот, например. Нас просто зажали, остались мы в споко, и уже получилось не очень. То есть, вот, смотрите. Я же вам говорил, что подойдёт любой ближник и вас вынесет. Да, потому что вынесет, ребят. В любом случае. Потому что у вас просто не хватит урона. Вот и всё. И, опять же, сейчас, ребят, мы пойдём проверять мои слова. То, что я говорил, что Гейл с тимой тащит. Надеюсь, это правда, и мы сейчас не облажаемся. По моему мнению, реально. То, что Гейл это чисто командный персонаж, который без команды, ну, не очень. То есть, он в броу-боле вообще может лют решать. Вот, например, подошла бы бибка, я взял и оттолкнул, и всё. То есть, подойдём сейчас к ихним воротам. Тоже легко так сделаем. И это будет изи просто. Вот в этих моментах он немножко им будет, конечно. Ну, нужно тоже, опять же, грамотно за него отыгрывать, подбирать моменты и всё такое. То есть, если у вас даже низкие кубки, там, допустим, пятый ранг, вы не сможете люто как-то нагибать. Потому что вам нужно привыкнуть к персонажу и, как сказать, прочувствовать его. То есть, просто так, как два пальца, извиняюсь за выражение, обоссать, это не получится. То есть, это не как взять, опять же, я говорил, вроде бы. Не как взять условную шели и пойти, там, в ШД катать. Это всё гораздо сложнее. И если вы начинающий игрок, я вам не советую, как бы, покупать. Бравл Пасс ещё можно купить, но не за гемасы его проходили, я имею в виду. Надеюсь, вы меня все поняли. Ну, а мы сейчас, я надеюсь, затащим. Опять же, кто для меня представляет угрозу? Мне кажется, для меня представляет угрозу вот эта Бибка. Если она захочет чётко на меня пойти, я ничего, ребят, не сделаю. У меня тупо не хватит урона. Вот и всё. То есть, Бибка даже первой силы сможет подойти ко мне. И, по мне, это немножко фигово. Ну, если у меня, конечно, есть ульта, она ко мне не подойдёт. А если у меня нет ульты, то, конечно, подойдёт. Вот и всё. Вот как всё это работает. Мы их, в принципе, зажали, но ничего не можем сделать. Потому что я, например, к ним подойти не могу. Бия не может и Макс не может. Когда карта раскроется, нам ещё будет немножко попроще. Вы меня, наверное, спросите. Хотя, наверное, нет. Ну, ладно, я отвечу. Всё равно, как вы думаете, Микрик, как ты думаешь, подходит ли Гейл под эту карту? Я считаю, что Гейл, ну, не особо подходит под эту карту. То есть, только в середине, блин. Чё-то запинаюсь. То есть, если играть за него чисто в середине карты, более-менее ничего-то получится. А если и отыгрывать, как я отыграл, то ничего не получится. Ну, ладно, ребят. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok